Василий Поленов. Среди учителей. 1896 год. Масло Холст. Государственная Третьяковская галерея. Тифлокомментарий. Перед нами прямоугольное полотно вытянутое по горизонтали, высотой 150 см и шириной 272,5 см. На картине изображен библейский сюжет из жизни Иисуса. 12-летний Иисус находится в храме среди иудейских учителей. В Евангелии от Луки этот эпизод описан так. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Действие картины происходит в одном из притворов Иерусалимского храма. Это просторная комната с высокими потолками и колоннадой на входе. В храме полумрак. Справа из-за колонн с резными капителями, льется яркий слепящий солнечный свет, который освещает храм. Через открытый портик видна Илеонская гора, покрытая масличными деревьями. В центре комнаты на плетеных пестрых циновках, сидит группа мужчин. Среди них на корточках сидит подросток Иисус. Это 12-летний мальчик, одетый в белую просторную одежду. Из-под белой шапочки выбиваются густые каштановые волосы. У него круглое лицо, прямой ровный нос, большие выразительные глаза, розовые щеки, круглый подбородок. Слева на небольшом возвышении стоит резное деревянное кресло. В нем сидит длиннобородый старец. У него острый орлиный нос, длинная седая борода. Он одет в темную просторную одежду, голова покрыта белым покрывалом. На подставке перед ним свиток закона. Это Гелел, известный иудейский учитель. У него ясные глубоко посаженные глаза под густыми седыми бровями, а внимательный взгляд направлен на Иисуса. Позади него на небольшой ступеньке сидит задумчивый молодой мужчина. Он одет в такую же темную одежду, на голове белая накидка. У него длинное овальное лицо, прямой нос, темные усы и длинная острая борода. Неподвижные глаза полуприкрыты, он не моргая смотрит перед собой, погруженный в свои мысли. Сцепленные в замок руки лежат на коленях. Рядом с ним на полу стоит небольшой круглый короб со свитками. На коробе по-еврейски написано «Поздние пророки», а на одном свитке написана «Книга Даниила». Перед креслом справа от Гелела, на полу сидит старик в темной одежде. Это учитель Шимон. Из-под белой шапочки выбиваются длинные волнистые седые волосы. У него овальное морщинистое лицо, густые седые брови, длинный мясистый нос, длинная седая борода. Серые глаза полуприкрыты. Он приложил левую руку к уху и слушает сидящего слева от него Иисуса. На коленях у Шимона лежит раскрытая книга. Указательным пальцем он водит по строчкам. Слева от кресла у ног Гелела сидит молодой безбородый мужчина в темной накидке и с белой повязкой на голове. Он сидит на полу, небрежно облокотившись на ступеньку. У него круглое лицо, короткий нос с горбинкой, тяжелый подбородок. В ухе у него большая золотая серьга. Его презрительный взгляд направлен поверх голов и мимо Иисуса. Несколько мужчин сидят вокруг Иисуса и слушают его, кто-то задумчиво, кто скептически, а кто-то с благодушной улыбкой. Справа от Иисуса, почти у выхода из комнаты, сидит мужчина в белой накидке. Он пишет на листе папируса. За его спиной стоит молодой мужчина в белой тунике и темном безрукавном халате. На заднем плане изображена еще одна небольшая группа беседующих, несколько мужчин в белых и темных накидках. В храме несколько этажей. На втором этаже стоит мужчина и наблюдает за беседой учителей и мальчика. Под лестницей небольшая ниша, в которой расположился Миняло. Рядом с ним стоит священник и беседует с ним. На входе у одной из колонн стоят Мария и Иосиф, родители Иисуса. Василий Поленов, известный русский художник. Чтобы написать эту картину, он приехал в Рим в 1894 году. Это была первая тематическая картина цикла «Из жизни Христа», который Поленов создавал на протяжении 13 лет. Художник читал священные тексты и труды по истории религии. В пояснительной рукописи к картине среди учителей художник подробно характеризует каждого персонажа, размышляя о том, что мог воспринять от этих ветхозаветных мудрецов отрок Иисус.